Всем привет! Рад видеть вас на канале История Денег. Давненько не снимал видео, но вот наконец-то собрался с мыслями и хочу рассказать вам о новых монетах, которые я привез из своей крайней поездки по Европе. В этот раз получилось не очень много, не очень большой улов, скажем так вот. В основном как-то все то ли бумажные деньги, то ли с карточки рассчитывался, поэтому так не удалось очень много привезти, но тем не менее, какое-то небольшое пополнение в нашей коллекции есть. Сегодня вместе с вами мы посмотрим, что же новенького у меня появилось, заполним альбомы и покажу еще одну очень интересную, очень полезную программу, которую я сам пользуюсь, которая помогает мне именно в коллекционировании евромонет. Ну давайте приступим, посмотрим. Вот такие у меня собственно монетки, в этот раз немного, но зато есть интересные те, которых у меня вот не хватало для моей коллекции. Давайте потихонечку с вами сложим, начнем их собирать. Итак, первая монета это 2 евро Греция. Она у нас, Греция была в первых, в одной из первых стран, которые вводили евро у себя, и собственно они находятся в альбоме под номером 1 для евромонет. Вот наша греческая монетка, есть такая. Следующая монета у нас, опять-таки греческая, теперь это 50 евро центов, еще мы видим надпись 50 лепта, это, ну, предыдущие монеты Греции назывались лепта, собственно, вот на них такое изображение. Давайте ее тоже поместим в нужное место. По Греции, в принципе, все крупные у меня заполнены, остался только 1,2 цента, но вот не хватает для полного счастья. Ну, давайте посмотрим, что еще у нас есть. А еще у нас есть это 1 цент, по-моему, это Испания. 1 цент Испания. Давайте сверим сейчас, действительно ли... Да, вот в альбомчике мы видим, что это 1 испанский евроцент. Вот он отправляется в свою позицию. Есть такая. Так, еще очень тоже интересный момент. Это 50 евроцентов Бельгии. У меня эта монета уже заполнена в моем альбоме. Но дело в том, что у бельгийцев уже было видоизменение монет, в частности, 50-ти центовых и 20-ти центовых, насколько я знаю. И вот в моем альбоме, в котором я собираю свои физические монеты, там лежит под 50 евроцентов, мы видим, 2012 года. Но это уже как бы новое, обновленное. Давайте я так положу, чтобы было видно. То есть, в принципе, мы видим, что поменялся немножко дизайн. То есть, дата, год выпуска расположен вот тут на внешней окружности, здесь же прямо под портретом. Да, то есть, вот монетный двор так тоже чуть сбоку. Здесь тоже это вот все в основном, в центральной окружности. Ну, как бы изменения не очень большие, но тем не менее, есть и видно. В принципе, правильно будет заполнить наш альбом монетами первоначальными. Поэтому я этот, эти 50 центов вымыл. Сейчас, надо помочь. Эти 50 евроцентов я вымыл. А первоначальные займут свое место. Вот так. Монета, остались у нас две двухевровые монеты. Одна это Республика Франция. И если не ошибаюсь, у меня такая уже была. Давайте посмотрим в специальном альбоме для двух евро. Когда мы заполняли, еще не было этих наклеечек. Но сейчас я их дополнил. Да, и мы видим, что вот такая юбилейная монета, посвященная десятилетию выпуска, введение в валюты евро. То есть, все страны выпускали монеты с одинаковым рисунком. Вот, как бы у меня такая французская есть. Поэтому, в принципе, если кто желает поменяться, оставляйте в комментах. Могу поменять. Вот такая красивая двухевровая юбилейная монетка. Так. И у нас осталось, опять же, два евро. Это два евро Словении. И очень интересно, потому что Словения, это одна из стран, которые уже во второй волне вводили евро у себя. И, собственно, они... У меня вот есть такой специальный альбомчик для этих новых молодых стран, скажем так. Мы видим, что это Болгария, Чехия. Причем, Болгария, Чехия, у них еще нет евро. Они просто здесь... Для них уже зарезервировано место, как мы говорили. Но вот страны, в которых евро есть, это Эстония, это Кипр, это Латвия, Литва, где мы видим еще на Мальте, в Словении и в Словакии. Вот. И у нас, собственно, два евро Словении. Это первая моя монета из коллекции славянских денег. То есть, славянских еще не было. И сразу двухевровая. Ну, такое вот хорошее приобретение. Вместе с вами мы сегодня заполнили еще несколько монет из коллекции евромонеты, которые я собираю вот физически в таких альбомах. Альбом номер один и номер два для монет евро. И специальный отдельный альбом для двухевровых монет, которых выпущено очень много. В каждой стране есть свои, как бы, там, юбилейные, либо просто коллекционные монеты. Но я в этом выпуске хотел бы еще рассказать не только о физическом коллекционировании монет, а также о программе, которой я пользуюсь для того, чтобы эти монеты, собственно, отслеживать постоянно, их проверять, есть ли у меня такая в наличии или нет. Потому что, вы можете представить себе, у меня коллекция уже практически тысячи различных монет и просто все запомнить нереально. Так же, как и евро. Они буквально в каждой стране свои. Там один-два евро, одна-один-два евроцента постоянно можно запутаться, забыть. Вот, поэтому у меня с собой на смартфоне всегда стоит установленная программка еврокоинс, или еврокоинс по-английски, вот, которой я, собственно, пользуюсь. Давайте я познакомлю вас и вот всем рекомендую. Реально очень классно для того, чтобы вы могли собирать, отслеживать, меняться монетами. Очень удобно. Ну, вот, такой значок. Закачал его просто на, господи, как называется, Google Play. И мы видим очень простая менюшка, то есть здесь все монеты номиналом один, два, пять, десять, двадцать, пятьдесят евроцентов, один, два евро. И это вот как раз юбилейные коллекционные двухевровые монеты, которые есть у каждой страны. Как заполнять ее? Очень легко. Допустим, вам попалась в руки монета с достоинством один евро. Вы хотите проверить, есть ли она у вас и добавить ее, соответственно. Нажимаете на один евро, как я только что сделал, и смотрите, значит, вот как раз по реверсу, на что похожа ваша монетка. Если, допустим, у вас вот попадается вам французский один евро, вы видите, как он выглядит. Ну, у меня вот она уже отмечена. Давайте возьмем какую-то, которую у меня нет. Допустим, вот финский один евро. Мы видим, как он выглядит. Нажимаем на него тоже и видим, что она в единственном экземпляре, то есть нету, не задваивается. Если у вас такая монетка есть, вы просто ставите галочку, она у вас отмечается и, собственно, показывает, что есть, что нету. Ну, такой монет у меня, к сожалению, нету, поэтому мы сейчас его уберем. И вот покажу, как я сегодня рассказывал на примере 50 центов бельгийских. Вот, опять же, 50 центов, выбираем Бельгию и вы видите, что у Бельгии есть даже три номинала 50 центовых монет. Три варианта. Мы можем их вот так раскрыть и вы видите, что вот такие три варианта евроцентовых, 50 евроцентов в Бельгии. Ну, вот два из них у меня уже есть. Третья, которая появилась в 2014 году, у меня ее еще нету, но вот место для нее уже есть. Как только она мне попадется, я ее, соответственно, отмечу. Очень интересная штука, очень интересная программа. Кроме этого, для тех, кто любит статистику какую-то, то есть посмотреть, что же у вас, как много монет собрано, есть здесь такая интересная закладочка статистика. И вот она, например, показывает, что всего на сегодняшний день из 379 евро монет, но здесь берутся не какие-то там уникальные, подарочные, вот те, которые в обиходе, обычные монеты, плюс юбилейные, плюс коллекционные. Вот, на сегодняшний день их 379. Из них у меня собрано 103, соответственно, это вот, грубо говоря, 27 процентов на сумму 74,5 евро. И, как бы, вот уже дальше детальная статистика по самим монетам. Двухевровые, евровые, юбилейные и так далее. Также есть статистика по странам. Вот видим, что Румыния, да, это или это Андорра, сейчас, это Андорра, извиняюсь, то есть, вот, Андорра у меня нет ни одной монеты, в то же время из австрийских есть 8 и так далее. Вот, французских 12, немецких вообще 16. И мы видим, вот, какие страны у нас лучше всего собираются, каких не хватает, вот, где нужно сделать упор. Вот, допустим, Испания 9, Ватикан ни одной монеты нет. И это, кстати, а это вот общие европейские монеты, о которых я говорил, вот, сегодня я показывал. Два евро французских таких, они вот есть буквально, видите, в каждой стране есть вариант такого евро монета. Ну, вот у меня, собственно, есть немецкая, есть французская такая монета. Есть еще какая-то одна третья, не вижу. Вот, собственно, такая очень интересная программка, называется Евро Коинс. Всем рекомендую, у вас на телефоне, на смартфоне, всегда в кармане, всегда можно проверить, посмотреть, потому что, если вы в Европе рассчитываетесь, попадается всегда куча мелочи, и не знаешь, там, какую везти домой, какую не везти, здесь вы можете обязательно посмотреть, отметить для себя. Надеюсь, это будет полезная программка для начинающих пользователей или для тех, кто уже давно собирает. Вот, тем не менее, действительно, очень приятная такая. На этом на сегодня заканчиваем наш выпуск. Спасибо всем, кто смотрел. Оставляйте свои комментарии. Буду рад, если появятся какие-то вопросы, предложения, пожалуйста, обращайтесь. Уже давно соскучился, давно не снимал видео, поэтому планирую, что в скором времени выйдут новые выпуски, где обязательно расскажу о разных интересных, коллекционных, редких монетах, которые у меня есть. Слава Богу, есть чем поделиться. Поэтому до новых встреч. До свидания.